Ну что, у нас заканчивается второй блок. Самое время звонить нам в прямой эфир, если вы хотите поговорить с кем-то из гостей в нашей студии. У нас есть скайп, он называется Я, пробел ивентс. Вернее, Я, большая буква ивентс. Вот вы сейчас видите, вот он, я держу его в ладошке. Если вы хотите поговорить с Василием, с Наташей или с Лешей, звоните, я попытаюсь ответить за Антона, если вопросы будут к нему. Ну и пока мы ждем звонков, я сам начну с первого вопроса на самом деле. И первый вопрос у меня будет к Василию, который первый выступал. И вопрос будет таким. Вот мы много говорим про то, что какие-то задачи человек решает лучше машина, какие-то машины лучше человека. Насколько мне известно, одним из способов дальнейшего развития машинного интеллекта является изучение биологических каких-то нейронных сетей или изучение процессов в мозгу. Почему мы сейчас не можем полностью воспроизвести электрическую активность мозга человека? Ну, казалось бы, компьютеры у нас большие. В чем сложность этой задачи? Такие проекты, конечно, ведутся. Крупные проекты, европейский Brain Project, Human Brain Project, Blue Brain Project, и пытаются реконструировать мозг человека. На самом деле, если Вы поговорите с нейробиологами, общая концепция заключается в том, что это безумно сложно сделать. Мы до конца мало того, что не понимаем структуру мозга, но еще и взаимодействие всех этих областей, функционал, там уже куча биохимии, этот бесконечный биохимический процесс, бульон, который там происходит, он не сводится к анатомии. Поэтому, на самом деле, если Вы будете говорить, мне кажется, с людьми из области искусственного интеллекта, в основном эта область развивается независимо от нейробиологии. Какие-то идеи приходят из нейробиологии. В нашей области очень сильно используются те же нейронные сети. Мы пытаемся заниматься майн-ридингом, чтением мыслей, именно прилагая к активности мозга нейронные сети, классификаторы, чтобы понять, что думает человек, что видит человек. Но вот этот обратный поток из нейробиологии в искусственный интеллект, он, на самом деле, достаточно ограничен. Поэтому я бы сказал, что это параллельные миры, в основном споры сводятся к тому, кто первый, кого победит. Мозг или искусственный интеллект, который развивается какими-то своими направлениями. Потому что там же есть фантастические направления, вот эти все генетические механизмы, алгоритмы, когда они приводят к саморазвитию этих алгоритмов искусственного интеллекта, и Вы теряете нить, что там происходит. Главное, что они решают задачу. На самом деле, человек уже не может объяснить, что там происходит. И это, кстати говоря, одна из проблем, например, в нашей области, когда люди обсуждают, насколько искусственный интеллект может помочь, например, в каких-то Ваших прикладных проектах. Многие эксперты говорят, искусственный интеллект может выдать Вам решение, но Вы уже не способны будете понять, что оно значит. Вот такой массив данных. Например, врачи, наверное, понимают, что причин болезни много. И Ваш социальный статус, генетика, что-что угодно. Если огромные бигдейты будут проанализированы искусственным интеллектом, и вот эту раскладку получает простой врач-терапевт, насколько она ему помогает. А это правда о причинах болезни. То есть, может быть, наше соревнование с искусственным интеллектом, оно приведет к тому, что… В одни ворота. Да, в одни ворота. Поэтому это на самом деле любопытная тема. У нас есть звонок в скайпе. Давайте мы послушаем звонок. Алло, алло. Алло. Привет. Меня зовут Маша, и у меня вопрос к Алексею Долопову. О, давай, Маша, спрашивайте. Во-первых, большое спасибо за доклад. А во-вторых, собственно, вопрос. Скажите, пожалуйста, какую часть в работе аналитика может заменить искусственный либо машинный интеллект? Также, как Вы считаете, нужно ли вообще участие машинного интеллекта в инновационных задачах? И надо ли вообще стремиться к тому, чтобы полностью заменить аналитика машиной? Спасибо за вопрос. Не знаю, насколько именно на вопрос отвечу, но у меня есть следующее рассуждение. Но Маша как внимательно слушала твой доклад, да? Да. Правда, спасибо. Рассуждение следующего толка. Возможно, машинный интеллект способен уже сейчас на решение инновационных задач не хуже человека. Проблема заключается в проверке. Мы не можем доверять машинному интеллекту, потому что это разум из, скажем так, другой вселенной. При этом, если та же самая идея будет сгенерирована человеком, исходя из его какого-то внутреннего чувства прекрасного, то мы этому будем доверять, потому что мы понимаем, что это человек, что он мыслит, наверное, похоже на нас. Здесь может быть во многом вопрос доверия и, соответственно, недоверия. По поводу замены, мое ощущение, что не надо бояться прихода кого-либо, будь то более молодых конкурентов воплоти, будь то компьютеров, которые могут выполнять вашу работу. Это должно, наоборот, подстегивать нас уходить на уровень выше. И всегда будет оставаться какой-то верхний уровень, который, по крайней мере, пока что, если верить наблюдать на текущие тенденции развития машинного интеллекта, пока что недостижимый для компьютера. Окей, спасибо. У меня тут пишут очень много позитивных отзывов о твоем докладе, Наташа. Всем очень понравилось, всем очень интересно, видимо, потому что нас смотрят маркетологи. Маркетологи, они чувствуют железные шаги искусственного, железные шаги робота за спиной, шаги командора. И поэтому вот такой практического характера вопрос, ты в конце как-то тезисно об этом сказала, но хочется чуть больше конкретики. Вот конкретно ты, вот когда утром открываешь телефон, что ты читаешь для собственного развития, поскольку ты уже кумир миллионов. Расскажи, вот что нужно читать маркетологу, там, человек, занимающийся коммуникацией, чтобы быть уверенным, что робот позади? Ну, во-первых, я думаю, считать нужно не концентрироваться только на маркетинге, да, и читать разное из разных областей. Ну, условно, раз уж мы находимся здесь и говорим про нейронные сети, искусственный интеллект и так далее, например, я последние, может быть, года полтора довольно много читаю как раз на эту тему, да, и то, как устроен мозг, и нейробиология, и нейронные сети, и машинное обучение и так далее, это важно знать, как раз понимать, с чем ты имеешь дело. И все, что с этой сферой связано, есть много книг и тематических блогов, сейчас не готова дать ссылки, да, но этого в ленте достаточно. Пишите Наташу в Твиттер, пишите, находите Наташу в соцсетях, пишите, она вам расскажет все подробно. Потом есть, собственно, второй блог, это те самые блог профессиональный проинструментарий, да, это, ну, как бы, много есть блогов там, ну, не знаю, я, например, очень люблю Хаббр сам по себе, просто потому что там есть все, и платформа настолько давно профессиональная, да, а не для флуда, ее приятно и хорошо читать, я подписана, по-моему, на все подхабры, на какие можно, ну, приятно почитать. Я читаю много, ну, какой-нибудь даже, ну, научпопу, всякой популярной механики и прочего, и прочего. Я читаю много психологии и так далее, потому что все-таки история про коммуникацию — это скрещение этой психологии, нейробиологии, да, и инструментарий, который у нас есть, и, ну, как-то вот так. Ну, и все, что выходит... И надо при этом разговаривать с разработчиками периодически? Ну, периодически надо разговаривать с разработчиками обязательно и понимать, как это устроено, иначе тебя не будут воспринимать всерьез, все-таки знать, как эта машинка работает, очень важно. А все, что на самом деле, вот я сейчас скажу крамольную вещь, что касается маркетинга или non-fiction, которое касается маркетинга, я читаю… маркетинга, маркетинг никогда не знаю, все равно никогда не узнаю, как это правильно. А я читаю в кратком изложении, честно. И даже все, что выпускает мифа, вот бывший владелец, основатель мифа, собственно, Михаил Иванов основал компанию, которая предлагает в кратком изложении всю бизнес-литературу, в том числе переведенную с английского языка. Это прям отличная история и помогает тебе вместо 400 страниц, за которые заплачено было автор, прочитать те 50, в которых и находится смысл. Вот, это очень симпатичная история. Вот все, что у него есть в кратком изложении, я читаю. Так, у нас есть еще один звонок, секунду, давайте, Алеша, ты хочешь добавить что-то? У меня есть некоторые дополнения, хоть вопрос не у меня был, я просто нашел очень много отражения того, какие-то я ощущаю. На самом деле, я бы еще ответил так, что есть искусственный интеллект и нейронные сети уже сейчас, которые могут помочь нам это сделать. Например, мне помогает дзен, и это не реклама, потому что я кликаю, лайкаю то, что действительно интересно, и вот все то, что Наташа сказала. И оно действительно у меня начинает появляться, и актуально вовремя. И даже не надо напрягаться отдельно ходить по всем этим ссылкам, по всем разным ресурсам, потому что оно собирается в одном месте. Но в каком-то смысле Facebook на самом деле тоже решает аналогичную задачу. Здесь, правда, надо еще модерировать, с кем ты дружишь. Все-таки Skype. У нас есть еще один звонок в прямой эфир. Алло, алло? Вы с нами? Или не с нами? Алло? У нас есть звонок вообще? Алло? Алло, алло, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Иван, у меня вопрос к Натане. Здравствуйте. Я знаю, что в Ниндексе есть лаборатория тестирования института фейса. Закапливаете данные из исследований и используете ли это данные как-то в дальнейшем в своей работе? И используете ли в работе интерфейсов или в их тестировании искусственный интеллект? Тоже хотелось бы знать очень. Неожиданный вопрос. Несмотря на тему конференции, ну, да, последние как раз полтора года я, скажем так, то, что называется, курирую. У нас в Ниндексе есть такой институт кураторства, лаборатория исследований интерфейсов. Поэтому, слава богу, вы задали вопрос немножко, ну, по адресу, а могло оказаться иначе. Мы бы все равно ответили. Мы бы все равно ответили, да, но сделали какой-нибудь твит. Исследуем, накапливаем и используем в работе самих продуктов, да. Искусственного интеллекта там нет. Мы пытались взаимодействовать, у нас были опыты, скажем так, с попыткой снять и ЭКГ, и энцефалограммы, и прочего. Вот, но пока, как, собственно, сегодня Наталья на главной сцене очень правильно, ну, про это выступала. Мы как раз ездили в гости в нейротренд, и все это подробно изучали. Пока, к сожалению, тот алфавит, тот словарь, который есть у нас, чтобы перевести те сигналы, которые мы получаем на русский язык, слишком скуден для того, чтобы определить, что на самом деле происходит. Поэтому в текущем исследовании интерфейсов нет, мы это не применяем. Это, скорее, просто пока, ну, область действительно исследования, куда можно двигаться. Ну, а так, конечно, результаты исследований интерфейсов и с помощью айтрекинга, и с помощью других технологий мы используем в развитии продуктов, ну, ежедневно, очень, то есть каждый день в лаборатории, там, 5 респондентов минимум приходят для того, чтобы помочь делать наши продукты лучше. И раз уж вот Алексей, да, воспользовался этой возможностью, я тоже воспользуюсь. Мы недавно выпустили статью на эту тему, на тему того, как устроена, собственно, лаборатория. В блоге Яндекса она вышла вчера утром. И там мы, собственно, говорим, что мы зовем обычных пользователей, которые, наверное, дать со стороны, приходить к нам и помогать нам делать наши продукты лучше. Мы открыты к тому, чтобы слышать их мнение. Там есть анкета, которую нужно заполнить, чтобы к нам попасть. И, собственно, если вам эта тема интересна, вы можете глубже с этим познакомиться, как раз, например, придя к нам в лабораторию и став респондентом. Как-то так. У меня вот, спасибо большое за ответ. У меня вопрос к Василию пришел из интернета. Говорят, вы упомянули, что вы проверяете какие-то технологии компаний, которые ими заявлены. А многие компании заявляют технологии, которые на практике, оказывается, не работают. Смотрите, мы довольно молодой центр. Собственно, я приехал в Россию три года назад. Наш центр, ему два года. Большинство компаний, которые называют себя нейромаркетинговыми, они не открывают свои данные. То есть, то, чем мы столкнулись пока на двух проектах, мы вроде бы обнаружили, что действительно за тем, что постулирует программа, в основном эти компании, в основном мы работаем с западными компаниями, не российскими, вроде бы действительно в этом есть какой-то смысл. То есть, это был позитивный сюрприз. В основном в нейроэкономике… То есть, мы подходили к этому с некоторым… Да, вот я как нейроэкономист, мы относимся очень скептически к тому, что постулирует компания, потому что мы знаем, что сам мозг и предъявление картинки мозга – это маркетинговая компания, технология. Да, это нейробиологи хорошо знают, есть отличная статья на эту тему. Если вы вставляете в слабый месседж картинку мозга, месседж воспринимается как более сильный. Нейробиологи сами шутят, над этим изучают. В этом смысле мы очень аккуратно относимся к любым постулатам компании. Но действительно, некоторые технологии работают, мы пытаемся развить что-то новое, то, что идет из-за тех открытий, может быть, неизвестной индустрии. Поэтому мы себя рассматриваем скорее как полигон каких-то новых идей. Понятно. Хорошо, спасибо большое всем гостям. Это был второй блог второго канала онлайн-трансляции ЯКМ, Ярин Атты Конференсы и Маркетинг. И сейчас я бы хотел связаться с Алексеем, который сейчас на площадке в холле. Передаю слово Лёше. Ой, Иван, спасибо большое. Друзья, пока идет доклад, и в фойе не очень много народу, народ есть. Я вам предлагаю поговорить о том, какие идеи люди возьмут с собой, из каких идей начнется их работа завтра. Мы же деловая конференция, а не просто тут про, you know, как обычно, про сам пиар. Юноша, можно у вас на секундочку, пожалуйста? Так, Александр, скажите, пожалуйста, какие идеи вы почерпнули сегодня на конференции, из каких идей начнется завтра ваш рабочий день? Ну, мне кажется, просто лозунгом этой конференции это была дата, дата, данные. Это вот все то, что касается данных. И если, наверное, об этом уже много чего сказано, то сегодня мы говорили во многом об оффлайне, то есть как это вот все синтезировать. Да, мы очень долго жили вот в таком маленьком каком-то онлайн-мерке и между собой что-то общались, что-то делали, но сейчас абсолютно понятно, что этого недостаточно. И сегодня было масса успешных кейсов, как можно брать данные из оффлайна, как их применять в онлайне. И завтра я думаю, что я приду и я посмотрю еще, какие источники можно использовать. Это очень круто. А в чем суть вашей работы? Давайте вот два шага пройдемся и вы расскажите. Моя работа, я являюсь директором по продукту системы автоматизации Merlin. И мы автоматизируем интернет-рекламу, мы автоматизируем маркетинг. И вы можете мне не верить, но это вот прям очень сильно связано именно с использованием данных. Чем больше данных мы подключим к системе, тем больше у нас будет вот этого управляющего сигнала, тем больше мы будем знать, что вообще происходит в мире, чтобы эффективно управлять рекламой. И сегодняшние кейсы, они действительно подтверждают то, что с помощью этих данных можно добиться эффективности в несколько раз улучшающей предыдущего, без использования этих данных. Спасибо большое. Успехов вам. Увидимся, видимо, в следующем году. Ждем вашей автоматизации. Ну и на прощание давайте к девушке вкладиться, да? Вот. От объема его фотографа. Здравствуйте. Отвлекайтесь от телефона. Как вас зовут? Меня зовут Алия. Алия, скажите, пожалуйста, что вы почерпнули сегодня на конференции, что вы возьмете с собой завтра? Я очень много почерпнула, потому что, во-первых, Яндекс.Аудитория, это то, чего мы ждали очень давно, безумно обрадовались. Обрадовалась также выступлению Димы Попова, потому что очень ждали про РСЯ все вопросы, которые он осветил. Это как раз те, что у меня внутри сидели. Также про доклад Александра по поводу социальных сетей. А у вас там конспект, что ли, правда? Да, да, да. Я вот как раз сейчас стою, его читаю и... Открывайте файлик. Так. Знаете, мне вот за это нравится барышни, что они умеют учиться. Вот это отличается, что у нее, смотрите, у нее конспект, у нее все записано. Причем она не в Твиттер, она пишет в рабочих файликах. А что еще? То, что точно унесу домой, это настройку, автоматизацию, связи, продаж и СРМ. Это то, что нужно. Есть уже идеи записаны, что-то передано уже в работу тут же. Так что класс от конференции, просто потрясающее впечатление. Спасибо всем, и организаторам, и докладчикам. Алия, в двух словах, что вы делаете? Что у вас за компания? У нас интернет-магазин «Ковка Станки». Мы производим станки для ковки металлообработки. По внешнему виду вообще не скажешь, да? Работаем как на B2B, так и на B2C. Поэтому welcome к нам, покажем у нас классный шоу-рум. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. Так, вот, а я спрятался, спрятался, ушел. Друзья, у нас с вами еще предстоит продолжение. Если вы думаете, что мы прощаемся, нет, мы не прощаемся. Это я, может быть, с вами прощаюсь, потому что это последнее включение из фойе. А сейчас вас ждет встреча с автором автопоэта. Вас ждет встреча с автором приложения «Призмы» и еще несколько секретов. Поэтому, друзья, напоминаю вам о том, что все, что вы думаете, все, что вы знаете, все, что вы любите, пишите, пожалуйста, с хэштегом «ЯКМ2016». Меня зовут Алексей Абровец. Мне было очень приятно с вами здесь работать. Я начинаю закругляться, потому что это мой последний бенефис. Я вот стою рядом с ребятами у крипты. И я в своих разноцветных кедиках прячусь за логотипчик. У вас все будет хорошо. Я считаю, что те, кто досмотрел трансляцию хотя бы до середины, молодцы. А те, кто посмотрит секретные сюрпризы, на которых трансляция оборвется, те вообще молодцы. И вы будете счастливы, друзья. Ну и это, как там? Что я могу сказать? Плодитесь, размножайтесь, пишите в Твиттер, смотрите наши материалы. Как там, Иван, ты готов с людьми разговаривать дальше? Да, я просто готов на все 100%. И более того, рядом со мной Алексей Моисеенков. Привет, Леша, еще раз. Который тоже готов рассказать. Это вот этот тот человек, один из тех людей, благодаря которому в ваших социальных сетях последние недели столько искусства. Ну, искусства, да. Да, скажем так. Одно сплошное искусство. Это создатель приложения «Призма». И он у нас в гостях. Спасибо, что пришел, нашел время. Конечно. Сейчас тяжело, видимо. Ну да, так чуть-чуть поднапрягает. Смотри, несколько раз мы сегодня уже обсуждали с разных сторон то, может ли нейросеть создавать, творить или не может и так далее. И вчера мы с Лешей Сихоновым опубликовали альбом «Нейронная оборона», про который тоже поговорим. Вот, и многие люди говорят, фу-фу-фу, нейросеть — это все не творчество, потому что вот они делают как кандинские, а не кандинские, они делают как Малевич, а не Малевич. Что ты по этому поводу думаешь? Это творчество, не творчество? Насколько близко вот нейросеть уже подошла к гордому званию творца? Ну, у меня есть своя позиция. Я не считаю, что там нейросеть она создает, да, какое-то. Все-таки нейросеть пока не научилась создавать что-то осмысленное сюжетное. То есть это скорее, да, наученное опытом и горем других ошибок, да, какая-то что-то вышла. А мое мнение, то, что это еще один инструмент. Ну, то есть когда-то, да, там, не знаю, изобрели мольберт, и холст начал стоять на чем-то, да, не приходилось его ставить на окно еще куда-то, да, потом появились продвинутые кисточки, более плотно еще что-то появилось, да. Секунду, момент, я хотел просто добавить несколько вещей, прежде чем ты продолжишь, извини, пожалуйста. Меня просто в ухо просто просят об этом. Друзья, у вас последний шанс нам позвонить в прямой эфир, поговорить с самыми вообще интересными людьми этого вечера. Посмотрите, пожалуйста, я и Венс, это наш скайп, вы можете туда позвонить. И у нас есть еще хэштег, хэштег мероприятие. Если вы последний вопрос вот хотите какой-то задать, Лёше или второму Лёше, который вот-вот появится, обязательно якм2016, это хэштег мероприятие, не забывайте нам писать. Значит, мы возвращаемся к разговору про искусство потихонечку, значит, другой вопрос, который я... Секунду, извините, пожалуйста, да. Другой вопрос, который я хотел задать Лёше, он связан вот с чем. Во-первых, сейчас получается, что уже можно и делать и видео, и мы сегодня, кстати, видели доклад Антона Слесарева про то, что видео может обрабатываться нейросеткой, и получается видео в стиле, там, я не знаю, Шагал или в стиле Малевич. Какой твой любимый художник? Есть ли он в призме? Моего любимого художника пока нет. Мой любимый художник – Амиль Писаро. Почему его нет? Почему его нет? Ну, он будет просто. Будет? Да. Окей, хорошо. Ты поэтому так мало призмы постишь? Ну, я вообще практически ничего не пощу, я только скорее спойлеры делал о том, что у нас будет видео или гифки или еще что-либо, да. А сам, ну, я всегда, у меня, наверное, такая традиция, что ли, сложилась, я везде, где я работал над чем-то, я мало пользовался продуктами, которыми я занимаюсь. Все говорят, что должно быть наоборот, но у меня вот как-то не сложилось пока. То есть даже свой собственный продукт сделать все равно не пользуешься? Все равно как-то вот, я вообще, в принципе, мало пощу в Инстаграм, да, мало как-то вот занимаюсь, ну, у меня как-то все самостоятельно происходит. Насколько технически сложно было перейти от одной фотографии к видео? Потому что ты постил видео. Да. Мы все видели, мы все видели, что получилось видео. Есть некоторые сложности и больше инфраструктурных на самом деле. То есть это не инженерная задача, а именно, ну, в смысле, не такая. Ну, конечно, она комбинирована. Она комбинирована инженерная и комбинированная инфраструктурная. Вот. И сложность совместить две вот эти вещи и научиться, да, нормально, быстро проводить видео и доводить до людей обратно, да, вот это сложно. Так как у нас сейчас достаточно высокая скорость обработки одной фотографии, то, в принципе, да, мы умеем чуть-чуть по-хитрому разбирать видео и получать его обратно. Да, вот у нас был сегодня доклад Антона Слесарева про то, что при рендере видео, если делать все покадрово, то получается не очень хорошо, потому что, ну, это связано с тем, что если отдельно каждый кадр обрабатывается, там вылезают какие-то странные артефакты. В том видео, которое ты постил, артефактов не было. В этом-то и фишка на самом деле, что, ну, вот мы умеем делать так, ну, фактически сейчас, это там не супер прям какая-то революция и магия, да, но мы научились там, чуть-чуть поколдовали, и получилось так, что у нас практически артефакты исчезли. То есть артефакты, как, наверное, там упоминали, они, это ровные места на картинке. Их нейросеть фактически стандартными методами генерирует разными. Ну, то есть, если мы возьмем 50 стен одинаковых фотографий и 50 раз прогоним, там будут вот такие вот дергания, то у нас таких дерганий практически нет. То есть они очень ровные. То есть, ну, глаз там не особо заметят. То есть, если вы смотрели мультики, там, в принципе, то же самое. Еще дергается. Да, да, мы смотрели мультики. Хорошо. И, наверное, последний вопрос про искусство и нейросети. Он такой, наверное, философский, но я его задавал сегодня и людям со стороны искусства, и вот теперь хочу со стороны технологий. Почему люди, которые занимаются искусством, так мало смотрят в сторону технологий или смотрят в сторону них с испугом? Потому что у нас был, допустим, Егор Цветков, который делал проект по деанонимизации, и он говорил о том, что нужно предупреждать, что задача искусства предупреждать об опасности технологии. А я-то скорее хотел спросить про то, почему технологии не используют для того, чтобы создавать что-то новое, более крутое, на каком-то более высоком уровне. Мне кажется, что это просто страх какой-то перед технологиями всегда. Ну, то есть люди, они же как? Они все хотят предсказуемости. Знаешь, такой вот, ты сидишь и хочешь, чтобы завтра было так же хорошо, как сегодня, да? Или чуть лучше, но не сильно. Или чуть лучше. Но не хочется вот этого, чтобы меня штормило. Ну, то есть, и технология это то, что штормит обычно. Окей, спасибо, Леша. У нас есть еще один Леша в гостях. Мы сейчас поговорим с... Теперь, после Леши Моисеенкова, поговорим с Лешей Тихоновым. Леша Тихонов в нашей студии, это человек, который создал в свое время автопоэт, а вчера практически проснулся знаменитым, потому что Леша Тихонов стоит за нейронной обороной, за теми текстами, которые потом я накричал в микрофон. Ну, я не один за ними стоил. Да, да, да. Леша Тихонов и группа товарищей. Привет, Леша. Привет, Леон. Давай мы тоже с тобой поздоровкаемся. Привет, Леша. Смотри, мы тут уже начали говорить про то, может ли нейросеть творить. Поговорили пока с человеком, который эксперт по нейросетям-художникам. А теперь поговорим по поводу с экспертом по нейросетям-поэтам. В некотором смысле. Вот, как тебе кажется, это творчество нейросети? Это творчество оператора нейросети? Или это вообще не творчество? Смотри, наверное, лучше сначала разделить понятие творчества и авторства. Потому что может быть творчество, наверное, без автора, и может быть автор без творчества, к сожалению. Вот, вот когда человек... Давайте не будем обсуждать призму. Вы уже обсудили призму? Да. Ну, мы потом вернемся и к призме. Возьмем попроще вариант. Инстаграм. Так. Вот, может быть высокохудожественный снимок в Инстаграме? Ну, я допускаю. Я вполне допускаю. Широкий вы человек. Но человек, который... И делает его человек. Но человек в этот момент требуется что? Навести и нажать на кнопочку. Раз. И нажать еще раз на кнопочку, чтобы выбрать фильтр. То есть его авторское действие, как бы его авторский вклад, он довольно редуцирован. Сейчас тысячи фотографов, которые смотрят тебя, они просто на карандаш тебя такие. Да-да-да. Да ты попробуй, да ты нажми. Я в гриме, поэтому, может быть, еще уйду отсюда. Вот, но вопрос-то в том, что дальше просто хуже. Ну, то есть мы все больше редуцируем вклад в техническую часть, автоматизированную часть, уходит все больше часть обработки, доведения чего-то до, например, до искусства. Вот возьмем, завтра мы с тобой захотим и сделаем текстовую призму. И школьник напишет, значит, четыре предложения, нажмет, скажет, под Чехова, пожалуйста. И понесет это... И получит роман. И понесет это учительница по литературе. Вот это будет искусство? Ну, наверное, в какой-то мере. То есть вопрос, как бы, социального консенсуса. Считать это искусством или нет? Не, ну а ты-то на какой стороне стоишь? Или ты просто... Я задвижуху. Я считаю, что это простые слова, на самом деле. Что считать искусством, пусть решают искусствоведы. Дорогие искусствоведы, если вы нас сейчас видите, пожалуйста, скажите нам, что можно считать искусством? Мы запутались. Мы тут не искусствоведы. У нас масса вопросов накопилась. Хорошо. Вот, Леша про это уже говорил. Тебя тоже спрошу. И я про это говорил, многие про это говорят. Вот у нейросетей проблема со смыслом есть некоторая такая. Да? А с чем у них все хорошо? Вот как тебе кажется в случае с поэзией, к примеру? Слушай, я вот сегодня два часа выступал на театральной... На литературной школе Татьяны Толстой. Татьяны Толстой рассказывал поэтам про автоматических поэтов. И я говорю, что действительно смысл они не умеют делать пока. Ну, на самом деле они умеют его сохранять и немного видоизменять. Например, обработка текстов в задаче перевода – это работа со смыслом. Сеть еще не может придумать свой смысл, но уже умеет вычленить существующий и аккуратно его перенести в другую среду. Вот. Ну, я прощенно говорю, но мне кажется, что это так. Ну, Леш, если у тебя какие-то возражения, ты можешь здесь поспорить. Не-не-не, я как раз-таки наоборот согласен. То есть мне кажется, что все правильно Леша говорил. То есть именно это, наверное, задача, которая будет решена. Ну, то есть... Она просто следующая. Первое – это вот сейчас только начало. Мы умеем как бы около бродить, что-то чуть-чуть повторять, чуть-чуть сохранять. Заново пока еще не умеем, но... Автор-реферирование уже как бы более или менее решенная задача. Там можно говорить о плохом или хорошем качестве, но задача решается. Вот. И даже преобразование некоторого сюжета или... Ну, смысл – это такое слово, которое нужно, наверное, определить сначала. Это же как с творческим авторством, да? Да, да. Но если мы говорим там про сюжет фотографии, то уже есть вполне работающие модели, которые генерируют описание текстовое по фотографии. Да, но это несложно, конечно. Да, ну... И мы понимаем, что это те же самые нейросети, и работает это достаточно хорошо, ну, а будет работать лучше. А по сути, это восприятие, прецепция некоторого сюжета, воплощенного в изображение, и перевод его в другую вообще медиамодальность. Ну, это достаточно мощный результат. Новых смыслов у нас пока нет, и, наверное, в самое ближайшее время не будет, потому что есть сложности с тем, что у нас нет языка, который позволяет хорошо описывать смысл на логическом уровне выше текста. Если бы у нас была база данных сюжетов или смыслов, описанные каким-то формальным языком, то мы бы натравили на нее нейросеть. Завтра, да, мы бы уже вышли с новым продуктом. Пока что это, ну, работа с существующим смыслом, но нейросеть хорошо может воспринимать стилистику. И это очень большой шаг, потому что в отличие от структурных свойств, вот, например, стихи, там можно определить ритм, слог, стихотворную стопу и так далее, рифму. Это все программируется в лоб. А когда ты хочешь передать стиль Пушкина или Пикассо, у тебя проблема с тем, что у тебя нет как раз этого алфавита, в котором ты бы легко мог описать, что нужно делать вот так, а не так. И модели на базе нейросетей, они хороши тем, что они умеют как бы вытаскивать это в каком-то неявном виде сами. Понятно. Поэтому стиль и структура решены, а смысл пока нет, но поработаем. Понятно, хорошо. Спасибо Леше Моисеенков и Леше Тихонов, которые у нас были в студии.